привет друзья проведя пару тренингов по защите каракан я обнаружил что есть достаточно взрослые люди которые не понимают что собой представляет анализ партий для чего он проводится и как меня это удивило немножко и сегодня я решил с вами поделиться ну то есть как бы я понимал что бывают дети которые не знают как анализировать партии да но вот такой случился казус удивился для меня было удивительным это зачем и как мы анализируем партии давайте поговорим немножко об этом что он даст анализ своих собственных парт конечно лучший способ извлекать пользу из своих ошибок то есть мы находим свои ошибки то есть идеальные помощники для нас это проигранные партии то есть те самые партии которые подавляющее большинство шахматистов не исключая меня старается задвинуть в долгий ящик отложить на полку в идеале потерять бланк порвать там испортить его случайно на самом деле к проигранным партиям надо относиться как к верным помощником на пути к нашему совершенствованию я если вы не хотите самосовершенствоваться не хотите находить свои ошибки и исправлять их то конечно дальше вы можете эту лекцию это небольшое видео не смотреть что для чего значит для чего мы находим свои ошибки то есть во первых мы обнаружив их в какой-то конкретной позиции допустим которая у нас может возникнуть в любой партии скажем в каком-то решили допустили какую-то ошибку то есть мы ее в следующий раз уже не повторить во вторых если у нас достаточно часто встречаются ошибки одного типа то есть скажем тактический тактические ошибки типа зевок связки зевок двойного удара это означает только одно нам срочно следует подработать над тактикой прорешать подборочку очень много сейчас хороших решебников прорешать подборочку примеров на соответствующие темы то есть ошибки делятся на тактические и стратегические тактические тактическим мы отнесем зевки и просчеты с просчетами тоже варианты бороться достаточно просто решаем этюды любые самые начиная с самых простых там с этюда рейти ну если вы его не знали до этого то есть по одной пешки можно можно брать начинать именно с таких и потихоньку все усложняет то есть в этом случае мы тренируем расчет фантазию ну в общем очень важные навыки и ошибки бывают стратегические то есть позиционные ошибки уступили линию открытую добровольно испортили себе пешечную структуру или так испортили пешечную структуру противнику что выяснилось что не мощный пешечный кулак в центре образовался там позиционных ошибок но просто пруд пруди то есть сколько отдали слона за коня неправильно или наоборот сильного коня не вовремя разменяли на плохого слона составили неправильный план вот это все стратегические ошибки и если мы видим что таких у нас много мы можем пытаться устранить их все скопом также ошибки бывают дебютные то есть совершенные от незнания дебютного варианта от того что перепутал варианте ход или порядок ходов непонимание дебютных идей то есть фигуры должны идти на королевский фланг ну так условно мы их повели на ферзевый где они погибли в итоге в митильшпиле понятно что поле широчайшая для всех видов ошибок и здесь мы можем мы мы должны быть особенно внимательны да ну и в митильшпиле тоже мы ошибки могут происходить от незнания стандартных приемов в окончании скажем так мы не знаем что надо вести короля в бой максимально далеко в лагерь противника или не знаем что короля вражеского надо отрезать где-то по линии ну еще там есть масса приемов со всеми вас прямо сейчас знакомить не буду или мы не знаем вообще типовые окончания то есть не разбираемся скажем коневых окончаниях в окончаниях слон против коня не понимаем где конь сильнее где слон что не можем правильно оценить позицию и для того чтобы находить недостатки в нашей игре нам все-таки необходимо анализировать собственные партии и как я уже повторял в первую очередь проиграны то есть для начала их просто необходимо любую партию но особенно конечно турнира самостоятельно продвигать то есть вот если вы играете в турнире с классическим контролем надо прийти вечерком завести партию в комп постараться вспомнить те варианты которые вы считали постараться самостоятельно отметить критические моменты партии где требовалось подумать и отложить после турнира ко всем партиям надо обязательно вернуться и посмотреть их с движком то есть движок такой маркер то есть он оценивает позиции но правда в цифровом непонятном виде не хуже человека даже я бы сказал лучше потому что очень здорово считает вариант но с движком такая значит засада то есть надо обязательно посмотреть где оценка прыгает но почему понять почему она прыгает мы должны сами если сами не можем обязательно должны интересоваться у тренера то есть мы же как бы понять это зевок или это системная ошибка то есть ошибка допущенная в связи с непониманием чего-то скажем мы ухудшили позицию так образно создали дыру в центре доски на которую может попасть вражеский конь уверенно да но ничего не подставили оценка скакнет почему она скакнет вам компьютер не объяснит то есть вам нужно или попытаться из вариантов сделать вывод ага вот железо заводит коня все время на d5 там скажем и поэтому у нас плохо либо посоветоваться все-таки с тренером в связи с чем вот здесь такой перепад сделать выводы и постараться устранить те ошибки которые у нас есть немножко расширить дебютное понимание на этом пожалуй я закончу рассказ о том как анализировать собственные партии потому что ничего сложного в этом нет как вы уже поняли движок имеется и на лечесе можно на лечесе анализировать и чес-бэсси в час ассистенте то есть где хотите где вам удобнее там и анализируете причем что характерно анализировать сейчас я считаю можно не только те партии которые вы играли классику с классическим контролем ну и так как все партии которые вы играли в интернете сохраняется сохраняются ничего не мешает подвергнуть их хотя бы экспресс анализу то есть не двигая самому пробежаться с движком и отметить вот эти моменты перепадов понять зевки у вас или стратегические ошибки и начать с этим бороться так теперь второй этап моего ролика я чуть 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 подробнее расскажу об этапе о третьем этапе тренинга по защите каракан и так с понедельника стартует этот третий этап с понедельника с 14 января 2019 года разбирать и наигрывать будем классическую систему то есть основной вариант е4 c6 d4 d5 конь c3 де конь бьет е4 в предыдущем видео по тренингу я там постарался расписать какие конкретно варианты мы будем изучать но вот то что самый быстрый путь освоения дебютной теории это практика но особенно с последующим анализом это не только многолетний опыт меня в этом убедил но и предыдущие два этапа полностью все это подтвердили в третьем этапе будет еще больше игровой практики то есть соответственно я буду стримить или турниры также итак первая будет лекция по теории на первой неделе где я вам расскажу а сейчас покажу вам расписание вот допустим для первой группы с понедельника да полутора часовая лекция по теории в качестве результата вы получаете подборку партий и должны будете самостоятельно сделать дебютную книжку с базовыми идеями то есть это второй этап самостоятельный анализ подборки партий и третий этап тематические турниры тематические турниры потом самостоятельный анализ собственных партий и потом уже совместный то есть там где у вас есть вопросы эти партии вы мне высылаете и мы их обсуждаем все вместе потому что другим участникам тренинга ваш опыт тоже может пригодиться самая сложная часть это самостоятельный анализ но это тоже не менее важная часть чем лекция по теории или чем самостоятельная работа с подборкой тех партий которые я вышлю всем понедельник вышлю до лекции и тоже важнейшее это совместный разбор партия как вы видите на картинке пункт 6 очень важно это практика еще раз практика то есть пункты 35 у нас на этот раз повторяются намного чаще то есть тематический турнир самостоятельный анализ разбор сыгранных пар тематический турнир разбор сыгранных пар тематический турнир самостоятельный анализ то есть везде но и точно так же будет индивидуальная консультация по результатам тренинга с каждым участником получасовая с моими рекомендациями по непосредственно партиям этого шахматиста ну и вот в принципе на сегодня пожалуй у меня все про тренинг рассказал что такое анализ партий рассказал ссылки на вот эти красивые картинки вот первая группа вот тренинг вторая группа со вторника начинает просто позднее для тех кто может только в более позднее время участвовать ссылки будут под непосредственно видео ну все всем спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин подписывайтесь мой на мой канал ставьте лайки текст лайки